Здравствуйте, сегодня в выпуске. Подведены некоторые итоги месяца наступательной операции ВСУ. В Москве пригрозили Киеву полной остановкой транзита газа через Украину. Катастрофические последствия от провала ВСУ предрекли в Британии. Прошедшие Ирак и Афганистан западные наемники взвыли, встретившись лицом к лицу с россиянами. Месяц украинской наступательной операции наглядно показал то, о чем догадывались многие военные эксперты до этого. Полнейшим провалом обернулось использование в атаках ВСУ против позиций вооруженных сил Российской Федерации французских колесных танков АМХ-10РС. Этим тонко бронированным транспортным средствам вообще нет места на переднем крае, так как они могут защитить собственный экипаж лишь от выстрелов из стрелкового оружия. Следующими по хлипкости оказались американские БТР М11-26 «Страйкер», которыми украинское командование решило попытаться преодолеть рубежи российской обороны. Однако боевая живучесть этих образцов бронетехники из США оказалась на уровне с упомянутыми снайперскими винтовками на колесах из Франции. Все они стали легкой добычей для российских средств поражения. Дебют для американских гусеничных БМП М2 «Брэдли» также прошел неудачно. Ценность и эффективность этого образца бронетехники тоже оказалась весьма сомнительной, но была однозначно выше, чем у АМХ-10РС и М11-26 «Страйкер». Бригады ВСУ, укомплектованные всей вышеописанной техникой, попросту бессмысленно использовать для взлома обороны и преодоления линии эшелонированных укреплений российских войск, так как для этого необходимо задействовать сотни добронированных танков, медленно ползущих со средствами разминирования. При этом М2 «Брэдли» АМХ-10РС и М11-26 «Страйкер» ВСУ могли бы использовать после прорыва танками защитных рубежей Вооруженных сил Российской Федерации для дальнейшего развития наступления, наращивания маневренных усилий там, где нет сплошных оборонительных полос. Но теперь об этом можно практически не волноваться, поскольку украинское командование и его западные кураторы совершили ряд просчетов. Сначала они отказались от атак бронетанковыми кулаками, решив экономить тяжелую гусеничную технику. Это случилось из-за начавшегося падежа танков «Леопард-2». После этого они послали в бой механизированные колонны в сопровождении пехоты, которые были более маневренны, чем группы танков. В результате менее защищенная техника была значительно быстрее выбита российской артиллерии и теперь в штурмовые атаки ВСУ в основном направляют одну пехоту. Противнику действительно удалось сберечь танки, но без прикрытия пехоты, ресурсы которой не бесконечны, они станут очень уязвимыми. Таким образом все действия являются взаимосвязанными и показывают недостаточную продуманность наступательной операции ВСУ, которая просто не может продлиться достаточно долго. С большим трудом подписанный при посредничестве Евросоюза в 2019 году контракт на поставку российского газа в Европу через Украину подходит к концу. Но окончание его может быть более бесславным, чем простое завершение срока. Этим исходом Киеву пригрозили в Москве. Как передает агентство Reuters, Алексей Миллер, глава принадлежащего государству газового гиганта «Газпром», в четверг пригрозил санкциями в отношении компании «Нафтогаза Украины» из-за юридических споров, заявив, что киевская энергетическая компания не была конструктивной в отношении транзита российского газа в Европу. Позицию руководства компании легко понять. Ведь суд, тем более на территории геополитического противника, это бессмысленное занятие. Поэтому Миллер также заявил, что «Газпрому» бессмысленно участвовать в международных судебных процессах, инициированных «Нафтогазом». Очевидно, что их исход заранее известен. В июне «Нафтогаз» объявил, что подал на Россию в американский суд, пытаясь заставить заплатить российскую сторону 5 миллиардов долларов, присужденных ему арбитражным судом в Гааге в качестве компенсации за активы, изъятые у истца в российском Крыму. Надуманные попытки «Нафтогаза» продолжить этот судебный процесс говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к Российской Федерации, заявил Миллер. Поставки российского газа в Европу через Украину в прошлом году сократились до минимума из-за серьезного политического кризиса, вызванного решением Москвы начать на Украине полноценную военную операцию. Одним из последствий решения Кремля стало углубление газовой вражды между державами. Теперь Миллер прямо намекнул, что при продолжении упорства украинской стороной это приведет к досрочному расторжению контракта на транзит. Киев лишится не только сырья, но и весьма серьезных средств, выступающих платой за транзит. Президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае провала контрнаступления ВСУ придется вступить в переговоры и обменять территории на мир. Об этом заявил обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Тиздалл. По мнению журналиста, если украинское контрнаступление не приведет к прорыву, то есть риск того, что запасы оружия закончатся, настанет новый зимний энергетический кризис, а поддержка общественности на Западе упадет еще больше. Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир, считает Тиздалл. Поражение ВСУ, как уверен журналист, приведет к катастрофическим последствиям. И столкнется с ними не только Украина, но и другие государства, отметил Тиздалл. С самого начала контрнаступления украинские войска практически не продвинулись, заявил ранее командующий 1-м батальоном 10-й механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Яндульский. Он также добавил, что его солдаты не получили никакого нового оружия, о котором заявляли страны-участницы НАТО. Специально для тех, кто в свое время вышел сухим из воды, сразившись с бедуинами на ишаках и верблюдах, есть уникальная возможность продемонстрировать свои боевые навыки против регулярной армии. Непонятно, что должно быть у человека в голове, чтобы согласиться на подобное предложение. Но реальность такова, что западные наемники не прочь устроить сафари на наших сограждан. О том, чем обычно заканчиваются подобные затеи, рассказали сами бойцы в интервью интернет-изданию Daily Best. Так солдаты удачи были крайне удивлены и одновременно расстроены тем, что воевать в соседней стране оказалось куда сложнее, чем в том же Ираке или Афганистане. На пути бойцов нередко попадаются сюрпризы, от которых авантюристов бросают в холодный пот. Да и сами наемники уже начинают задумываться, за чьи интересы в ходе этого конфликта действительно выгоднее сражаться. Одним из смельчаков оказался бывший боец американского спецназа Дэвид Брамлетт. В разговоре с журналистами издания он признался, что ошарашен тем, сколько салат, не имеющих реального боевого опыта, приезжают сюда и хватают оружие в руки. Вы будете удивлены, узнав, как много здесь, пустоголовых, примечания автора добровольцев. Они бесполезны, им тут совершенно нечего делать. Обычно все происходит следующим образом. Нам отдают приказ и говорят, мол, идите и отправьте в мир иной примечания автора. Столько русских, сколько сможете, и не более, утверждает спецназовец. Наряду с этим Брамлетт пообещал, что ни за что не станет рекомендовать своим армейским друзьям приезжать в эти края, поскольку не хочет подставлять своих товарищей. Как он сказал, худший день в Афганистане или Ираке – это лучший день здесь. Командование постоянно требует выполнять довольно изнурительные задачи, военная техника быстро ломается. Вдобавок к этому, повсюду встречаются эти русские, которые мастерски выводят ее из строя. В общем, по словам Брамлета, в эту страну он больше не издок. О своих ощущениях также высказался бывший морпех Троя Фенбекер, имеющий за своей спиной довольно внушительный боевой опыт. По словам морского котика, в Восточной Европе он ощущает себя намного хуже, чем в других горячих точках. Странно, с чего бы это? Прежде чем отправляться сюда, вы должны уяснить. Вас, блин, будут давить танками и артиллерией. На прошлой неделе рядом с нами пролетел самолет и буквально в трехстах метрах сбросил самую настоящую, мать его, бомбу. Негодует Трофенбекер. В общем, ребята, валите оттуда да побыстрее.